И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька и сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас необычный видос, который посвящен вчерашним новостям, которые у нас были в видеоблоге, которые связаны, конечно же, с новым дроном Кризис. Сегодня видеоролик будет целиком и полностью посвящен данной тематике. Поговорим по поводу данного дрона. Возможно, в конце данного видеоролика немножечко затронем кристальный дроп, который будет на минимальных званиях. Поговорим по всем этим вещам, которые у нас всплыли в вчерашнем видеоблоге. Ну и на фоне, я думаю, что скатаем какую-то довольно-таки интересную каточку. Я знаю, что вы после того, как защитника занерфили, многие начали думать о том, какой лучше дрон использовать. Начали немножко больше размышлять. Да, если раньше я был однозначно за защитника и думал исключительно про данный дрон, то после того, как его занерфили, многие ребята уже стали задумываться о том, что, может быть, не стоит его там прокачивать. И тут сразу же, хоп, в этот же самый моментик у нас в видеоблоге появляется новый дрон, который у нас якобы будет сверхжёстконагибаторским. Он будет прям разваливать всё, что только может, всё, что будет двигаться, да. И многие сразу же задумались о том, что, блин, так это новая имба. Может быть, мне не стоит тогда уж прокачивать никакого защитника и не стоит не покупать никакие другие дроны, а ждать просто имбу, которая выйдет совсем скоро. Но я вам скажу так сразу же, да. Для тех ребят, которые уже, возможно, задумались о том, что я буду ждать новый дрон. То, что не стоит этого делать, не стоит прям жёстко акцентировать на этом внимание и думать о том, что данный дрон появится в ближайшее время у нас в игре. Если у нас есть анонс в видеоблоге, это далеко не значит о том, что данный дрон вообще, в принципе, появится быстро. И один факт того, что ни одной вообще малейшей даже информации не было у нас абсолютно нигде по поводу данного дрона. Никаких тестов не было, ничего ещё, по сути, не было. Это значит, что данный дрон, как минимум, ещё на довольно-таки приличное время задержится и не будет у нас в игре вообще, в принципе. Да, возможно, таки начнутся тесты какие-то через недельку-две, может быть больше, но пока что никакой абсолютно информации по данному интересному дрону у нас вообще, в принципе, нет. Есть только информация, которую сказали нам в видеоблоге, не более того. И я, честно говоря, для себя уже лично понял, что механика данного дрона будет интересна, да. Она будет хавать дополнительные припасы, скорее всего, с такого же количества, как хавает тот же бустер и тот же защитник. То есть, только если вы будете его очень часто использовать, то есть, с одной расходки меняться на другую, то, соответственно, вы этой нарке будете тратить и больше. Если вы до сих пор, друзья, не знаете, как работает и что, рассказываю. Данный дрон работает от одного припаса, исключительно от одного. То есть, если вы прожимаете броню, то у вас броня дает большую защиту, да. То есть, скорее всего, эта защита будет примерно такая, как у защитника, то есть, в два раза больше. Если вы не хотите, чтобы у вас была броня, в этот же тайминг вы можете, например, нажать ДДшку. Только у вас броня уже пропадет и останется только ДДшка. То есть, вы с припаса на припас перепрыгиваете, играете с одним припасом, но этот каждый припас увеличенный. То есть, либо же это будет ДДшка такая, как у бустера, либо это будет броня, как у защитника, либо это нитра будет, которая даст вам большую скорость. Идея прикольная. Использовать данный дрон можно будет так же по-разному, да. То есть, в каких-то моментах можно понадеяться на то, что там вас не убьют, вы прожмете дополнительную ДДшку и без брони сможете быстро нанести большое количество урона. Либо же, наоборот, вы будете увозить вражеский флаг, вы прожмете броню и, соответственно, вы за счет этого с броней сможете увезти и вас противник не сможет убить. Есть определенные вопросы у меня уже по этому поводу, да. То есть, реально будет это работать так, как только один припас вы прожимаете, все остальные припасы в этот же тайминг у вас пропадают и отключаются. Если это будет работать именно так, то... То насколько правильно это будет работать, да. Насколько большой будет кулдаун между этими всеми вещами. То есть, сразу же ли я смогу с брони на ДДшку переключиться, или же будет какой-то тайминг, когда я не смогу это прожать, да. То есть, у меня на данный период времени имеется в этом плане в механике самого дрона много вопросов, да. И как это будет работать, пока непонятно. Да, понятное дело, что есть определенный вброс информации в видеоблоге. Сказали, что да, вот так вот так вот будет работать, но обобщить это ничего не обобщили. Надеюсь, что в ближайшее время, когда все это дело появится, скажут более подробно по этому всему поводу. И я смогу для себя уже понять какие-то определенные вещи. И, возможно, записать новый видос, рассказать вам, да. Поделиться своими мыслями. Ну и что-то придумать. Понятное дело, что когда этот дрон выйдет на основу, у меня будет, скорее всего, скорее всего, данный дрон на специальном аккаунте. На котором я смогу хотя бы вообще протестировать его. Посмотреть имбовый он, не имбовый. Например, для ребят, которые там будут пытаться его выбивать, как вы знаете, возможно, не знаете, данный дрон нельзя будет купить в гараже. Его нельзя будет купить даже, я так понимаю, в магазине. Исключительно он будет падать только в контейнерах. Ну, понятное дело, вы сами понимаете, что со временем, если мало кто будет покупать контейнеры, его потом введут и в магазин, да, за донат. Потому что, ну, это всегда так работает, когда говорят о том, что только, только будет у нас он в контейнерах. Все эти только мы уже все давным-давно знаем. И поэтому, ну, здесь не будет ничего удивительного, если произойдет все как всегда. И тунчики-онлунчики сделают свой гениальный ход в очередной тысячный миллионный раз, да. Поэтому, друзья, я надеюсь на то, что вы поддержите данного формата видеоролик. Если я эту поддержку увижу, то как только будет больше информации по этому дрону, я сразу же влечу, запишу, расскажу, объясню. И для меня, ну, реально интересна сама механика, да. То есть, всякие новшества, это круто, когда они связаны с новыми, там, дронами, устройствами и прочими вещами. На этом и базируется, по сути, больший контент и видеороликов вообще на моем канале, да. И для меня вся эта вещь, конечно же, интересна. Интересна только она мне, когда она работает грамотно, да, не когда мне приходится, там, гореть, бомбить и, ну, негодовать, можно так сказать, да, по всему этому поводу. И, конечно же, я надеюсь на то, что шанс выпадения будет неплохой, да. Да, я не хочу сейчас начинать говорить, что вот, опять это pay to win, опять это все как всегда, да, заплати, чтобы нагибать. Я не хочу сегодня переводить данный видеоролик уже больше в негатив и начинать опять говорить о том, что все как всегда за донат. Всем и так все известно и все и так при своем мнении понимают, что, что происходит вообще в принципе, да. С одной стороны, может, даже это и хорошо, если реально это будет не совсем жестко имбовый дрон, да, и то, что он будет не у всех, а только у тех, кто будет выбивать, например, это из контейнеров. Может быть, в какой-то степени это будет даже круто. А может, наоборот, это будет печально, что, например, донатеры смогут себя выбить и это реально будет какая-нибудь жесткая имба и они за счет этого будут нагибать. Но я более чем уверен, что данный дрон при любом раскладе можно будет контрить и сделать так, чтобы он не был столь жестко нагибающим и, ну, чтобы он не заставлял вас постоянно страдать. Да, я очень сильно надеюсь на то, что все это дело, конечно же, можно будет как-то законтрить и как-то сделать так, чтобы дико жестко от него в дальнейшем не страдать. Ну, а как это все дело будет работать, как информация у нас начнет появляться, может, на тесте появится данный дрон. Потом зайдем, потестим, посмотрим его. Потом, когда на основе появится, также затестим, я надеюсь, на спец моем замечательном аккаунте, на который выдают все эти вещи. Спасибо тем ребятам, хотя бы, кто в этом заинтересован, заинтересован в тесте всего этого и в обзорах, можно так сказать. Для меня это, ну, дополнительный, наверное, бонус в этом плане, что я могу зайти и сам все дело протестировать, а дальше уже для себя решить. Имба это не имба, вам рассказать, показать. Прикольная вещь, прикольная вещь, прикольная возможность. Я надеюсь, что в этот раз у нас все будет именно так же, без особых проблем. Все это дело сможем мы пообозревать. Что касаемо, друзья, кристального дропа, да, я думаю, что многие также хотели узнать мое мнение по этому поводу. Я буду, наверное, в этом плане краток. Вещь старомодная для более, наверное, молодой аудитории данной игры, да, которые захотят там половить кристаллики, вспомнить, возможно, может не вспомнить, а просто с нуля никогда это не видя начать ловить, да. Но, в общем и целом, не сказать, что я, честно говоря, с этим согласен. Надеюсь на то, что если такая вещь вообще в дальнейшем появится, она появится в игре, она будет давать дополнительно большое количество опыта, да. А не там 10 или там 1 опыт за 100 кристаллов, которые вы будете подбирать. Соответственно, довольно быстро игроки будут переходить эти звания, не смогут там сидеть и фармить эти кристаллы на маленьких звонках и мультикатки, потому что сейчас у нас вообще в принципе в игре нету DM режима. И, соответственно, любой игрок, который будет стоять, не бить противника и играть просто в этих режимах, там, будь-то DM, будь-то CP и так далее, да, он будет саботажить и будет мультить своей команде. Ну, а я, как вы знаете, ну, вообще не любитель, когда какие-то недокрутые игроки стоят и ждут. Окей, была DM, стойте сколько хотите, мне вообще будет без разницы, но чтобы вы стояли в командных боях мультили, я это никогда не поддержу и поэтому я надеюсь на то, что там будет давать такое большое количество опыта, чтобы игроки, даже собирая эти кристаллы, быстро переходили звания и как можно быстрее забывали о том, что у них вообще когда-либо был этот кристальный дроп и то, что они там с него зарабатывали приличное количество кристаллов. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился, если вам понравился, не забывайте прожимать лайк, пишите свое мнение в комментариях под данный видеоролик, вообще, что вы думаете по поводу данного интересного или не совсем для вас интересного нового дрона Кризис. Пока, как я уже сказал, все сыровато, информации мало, но я надеюсь, что в ближайшее время ее станет больше и тогда уже можно будет по этому поводу чуть больше поразмыслить, но сама идея, как я уже сказал, реально прикольная. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, ну а с вами был мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.